Я не буду долго представлять сегодняшнего гостя. Для меня это большая радость. Большая радость, потому что я являюсь поклонницей его творчества уже очень давно. У нас сегодня с вами Алексей Ивашенко. Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо большое за столь горячий прием. Я сам нахожусь в таком эйфорическом состоянии. Меня очень давно приглашали сюда на это потрясающее событие, на эту летнюю школу. И все никак не складывалось, не совпадало по времени. И в этом году как-то все, Светлана правда говорит, у всех все совпало в этом году. И у меня тоже все совпало, я добрался до вас и уже теперь все, держитесь. Сейчас как начну петь, не остановить. Короче, в общем, мысль вот какая у меня возникла. Составлять какую-то программу, ну правда, глупо. Потому что у вас же есть какие-то светлые идеи относительно того, что вы хотите услышать. Правда же? Я не знаю, принято ли у вас здесь писать записки. У нас тут принято на них отвечать. Я не знаю, принято ли здесь это делать в письменной форме. Мне кажется, что можно и в устной вполне. Если вам вдруг захочется что-то интересное, то кричите. Главное, не посреди песни. Ну, для тех, кто не знает, так бывает иногда, что люди как бы не знают, чего сейчас будет, сообщаю. Меня зовут Алексей Ивашенко. Мы с моим другом Георгием Васильевым несколько десятилетий, страшно сказать, несколько десятилетий сочиняли и пели песни. Потом мы перестали это делать, потому что мы занялись сочинением крупной формы. Мы написали мюзикл, который назывался Nordost. Nordost шел в Москве в течение целого сезона, даже чуть больше, целый год практически в ежедневном режиме. Потом он, к сожалению, по независимым от нас и трагическим обстоятельствам показы Nordost прекратились. Каждый из нас сейчас занимается своим делом. Очень редко мы иногда встречаемся и поем песенки. Такое тоже иногда случается. Но в основном это старые песенки. И объяснение этому очень простое. Я сразу дам ответ на многочисленные вопросы, почему не поете вместе и чем занимается Георгий. Не поем мы вместе по одной очень простой причине. Для того, чтобы выступать так, как мы выступали когда-то, 15 лет назад, нужно 6-8 часов в неделю репетировать. У нас нет этого времени. Нужно сочинять новые песни, нужно посвятить этому жизнь. Наши жизни посвящены совершенно другим вещам. Георгий вообще занялся совершенно другим делом. Он продюсирует мультипликационные фильмы. И те, у кого из вас есть дети и, например, внуки, прекрасно знают, что такое фиксики. Да, фиксики придумал Георгий Леонардович, песенки для них тоже он придумал. Иногда мы даже их там вместе поем, но это случается крайне редко, раз в год, если не реже. А сейчас давайте начнем издалека с тех песен, которые мы когда-то вдвоем сочиняли. Тем более, что некоторые из них категорически не хотят выходить из репертуара. И первая песня, с которой я начну, песня, которая, наверное, одна из самых первых наших песен совместных в совместном исполнении. Песня Георгия Васильева на стихи Галины Чмиревой, выпускницы географического жеф-факультета. Мы выпускники географического факультета МГУ. Песня, которая называется «Недоговаривая фразы». Не договаривая фразы, Вдруг благодарно замолчают. Быть понятым друзьями сразу В глазах сочувствия встречают И благодарно замолчают, Не договаривая фразы. Судом друзей не будет встречи Наш самый безрассудный шаг С чужими часто Все не так Закон непонимания вечен Но даже наш неверный шаг Судом друзей не будет встречи Мы об одном всю жизнь мечтаем Быть понятым и понимать Мучительно В других врастая Снять отчуждение печать Чтоб благодарно замолчать В глазах друзей себя читая На полуслове замолчать В глазах друзей себя читая Вдруг благодарно замолчать У тучи нет иной заботы Как наше солнце закрывать И расписание полета Безбожным образом срывать Все небо в серой простокваше И мелкий дождик облажной Отложит все заботы наши До восемнадцати ноль-ноль До восемнадцати ноль-ноль У ветра нет иной заботы Как наши тучи разгонять И расписание полета Волшебным образом менять Мы все в плену атмосферы Пока не стихнет дождь косой И ожидание профиль серый Завис над взлетной полосой Завис над взлетной полосой У солнца нет иной заботы Как наши ливни прекращать И расписание полета Через окошко освещает Молчит измученный диспетчер Закрывший небо до шести И плачь, мой друг, еще не вечер Мы непременно полетим Мы непременно полетим У жизни нет иной задачи Как ожиданием нас томить Билет в руке, багаж оплачен Так что ж мы медлим, черт возьми Когда еще счастливый случай Представит нам аэрофор Коль наше счастье так летучее Мы разрешим ему полет Мы разрешим ему полет Спасибо Еще одна песня из тех далеких времен Когда мы путешествовали по необъятным просторам нашей бескрайней родины Я просто по долгу службы путешествовал Георгий тоже Мы заканчивали географический факультет, как я уже сказал Но, правда, я заканчивал кафедру физической географии зарубежных стран А Георгий наоборот Экономической географии Советского Союза Я в тот год, когда была написана эта песня Изучал физическую географию зарубежных стран На примере нашей необъятной родины На озере Иссык-Коль А Георгий изучал экономическую географию Советского Союза На примере Франции в Париже Этот парадокс долго не давал мне покоя Потом я понял, что не надо обращать на него Не просто было, как было А вот что действительно стоит обратить внимание Это на то чувство, на то ощущение Из которого, собственно, эта песня выросла А выросла она, как полагается У небритого, лохматого, волосатого студента С гитарой за 6 рублей 50 копеек В мокрой палатке, с непрекращающимися дождями И с удивительным ощущением единения со всем миром Потому что нет Ой, я хотел сказать, мои юные друзья Но здесь не только мои юные друзья Но и мои зрелые друзья Но мои зрелые друзья не дадут мне соврать Что ничего похожего Никакой эмейл Не сравниться с этим чувством Когда ты заходишь на почтам И так, небрежно А для Ивашенко есть что-нибудь Не, не в Париже В поселке Чолпон-Ата Подходишь и говоришь На Ивашенко есть что-нибудь Бац, пачку писем Из Парижа Из Сибири Из Владивостока С Дальнего Востока Из Астрахани Бог знает откуда И, конечно же, все эти люди Про которых в этой песне поется Это совершенно конкретные мои однокурсники Которые в тот год Раскидались по всем практикам По всей территории планеты И каким-то чудом Мы переписывались Мы знали, кто, когда, где будет И писали до востребования Ребят, никакой имейл с этим не сравнится Дождь на дельце Куля сплошной пеленой И ночью чернилами льется с вершин И серой горной курчавой стеной Весь мир на части День Жень раскрошил Кто-то от нас вдалеке Стиснув фонарик В руке Месит болото Кто-то, забыв про уют В злом комарином краю Ждет вертолета Где-то в морях Неизвестных и злых Бродят суда Словно суши осколки Где-то в степях Зацветает полынь Там за хребтом Мир живет, мир шумит А у нас только дождь На десекуле Сплошной пеленой И ночью чернилами льется с вершин И серой горной курчавой стеной Весь мир на части День Жень раскрошил Кто-то в избушке лесной Тронет безмолвье струной Тихо и нежно Кто-то внутрь дам де пари На языке говорит На зарубежном Но расстояние считать не по нам Встретимся вновь Человек не иголка Пусть нас опять разделила стена А за стеной мир живет Мир шумит А у нас только дождь На десекуле Сплошной пеленой И ночью чернилами льется с вершин И серой горной курчавой стеной Весь мир на части Тянь-шань раскрошил Кончается четверг И дождик мелок И сквозь него едва, едва видны Два косяка летающих тарелок Над мокрой территорией страны И девушки, бегущие с работы По лужам торопливо Семенят Промокший двор в нем Промокший кто-то Немножечко похожий на меня О, как легка и необыкновенно Та женщина, что скромный слой уют Несет химчистку в сумке здоровенной Немножечко похожий на твою Немножечко похожий на твою А из-за облаков Сквозь дождик мелкий Глядит на двор в подзорную трубу Бортинженер летающей тарелки Немножечко похожий на судьбу Кончается четверг и дождик мелкий И трудно разглядеть в промозглой мгле Чего-то, что на небо улетело И то, чего осталось на земле И две фигуры посреди стихий Друг с друга не спускающие глаз Промокшие, слепые и глухие Такие не похожие на нас Счастливые, слепые и глухие Такие не похожие на нас Так Спасибо большое Пошла почта Расскажите, пожалуйста, как вы озвучивали диснеевские мультфильмы? Да вот так и озвучивал Прокрякал 10 лет Говорят, что на самом деле были просто пробы, пришел материал Я прокрякал, мое кряканье оказалось самым похожим на человеческую речь Остальных вообще нельзя было разобрать Потом перестали эти мультфильмы приходить Потом опять появились, но уже озвучивал их другой артист И сейчас говорят, что их озвучивает замечательный, не знаю так ли это Замечательный питерский актер, который мне очень нравится Илья Носков Знаете его, да? Тот самый первый фондорин, который самый лучший фондорин Я с ним не знаком А надо бы было познакомиться Похрякать о чем-нибудь нашим утинам Так Вот Да, здесь можно из этого будет что-то исполнить Капитанов вряд ли не получится Селедку тоже не получится А и метраблетен, и бабичкарик, и дончик в дым Это прям программа второго отделения Практически без исключения Холодильник Надо мне в антракте его порепетировать И я его тоже смогу спеть Да А сейчас Еще несколько совсем старых песен Но без них никуда Они как-то остаются в репертории Новые тоже сочиняются в больших количествах Но старые их не пускают в концерты Попугая с плеча Старый боссман сними Я к тебе заглянул На минуту-другую Я сопливый матрос И едва за шторми Под коленками дрожь Удержать не могу я Я не то что боюсь Просто же я не привык Хоть в мои-то года Быть пораб капитаном Я хочу все уметь Расскажи мне, старик Как быть добрым, большим Мудрым и постоянным Приоткрой мне, старик Тайны древних морей Ты ведь знаю найдешь Чем со мной поделиться Ты ведь знаешь язык Рыб и птиц и зверей Ты ж сумел научить Говорить свою птицу Научишь в кабаках Ром холестать из горла Научи соблазнять Длинноногих красота Жить чтоб, как у тебя Жизнь под ложечкой жгла Чтоб по жилам неслось Сумасшедшее что-то А еще объясни Как тайфун обогнуть Как не падать забор Штормы так же, как в стиле Объясни, как мне плыть Чтобы не утонуть Расскажи, как мне жить Чтобы не утопили Ты ж объездил весь мир Что ж ты, босман, молчишь Что же птица твоя Вдаль глядит Не мигая Видно, босман, ты прав Жить нельзя научить Можно лишь научить Говорить попугая Нам по шкуре чужой Не прочесть ничего Мы на шкуре своей Все испробуем вскоре Неужели ж нам в штиль Греть под солнцем живу Не затем мы идем В беспокойное море Я уж как-нибудь сам Жизнь рискнул изучить Можно ли босманом стать Бурь и гроз Избегая Так что ты уж молчи Старый босман, молчи И скажи, помолчай Своему попугаю Спасибо большое Многие песни того времени Вот как та же, например, селедка Несчастная Они сразу сочинялись для двух гитар И на одной гитаре их сыграть практически невозможно Спасибо большое, сейчас я прочитаю На одной гитаре их сыграть практически невозможно И я думал, что ну, выпали, значит из репертуара песни Не буду их петь никогда Так произошло и со следующей песней, которую я сейчас спою Я уже, честно говоря, думал, что я никогда ее петь не буду Потому что там в серединке есть проигрыш гитарный Который на одной гитаре сыграть нельзя Ни пятью, ни десятью пальцами Сколько ни старайся, не получается Ну, думаю, ну, ладно, много других хороших песен Я еще много новых насочинял, эту петь не буду Года четыре назад на Гружинском фестивале Смотрю, сидит стайка совершенно совсем молодых ребят Поет себе эту песню, аккомпанирует себе на одной гитаре Думаю, интересно, чего они будут делать, когда наступит проигрыш Они нашли выход Они в это место слова придумали Правда, слова очень несложные Слова такие Я слова выучил И понял, что эту песню можно петь в одиночку Более того, вовлекая в это действие окружающих Я не призываю вас мне подпевать Но Мне очень нравится, как Сергей Яковлевич Никитин в таких случаях говорит Если вам вдруг захочется, не сдерживайте себя Песня, кстати, абсолютно документальная Все так и было Больше тридцати лет назад Все действующие лица песни живы, здоровы, прекрасно себя чувствуют Песня называется «Песня про то, как мы строили навес на даче у Евгения Ивановича» Евгений Иванович, если кому интересно На данный момент Евгений Иванович Он учился старше нас Когда мы поступили Он был уже аспирантом географического факультета Потом сотрудником геофака А потом все равно Актерское его нутро взяло вверх Он ушел в артисты Он сейчас играющий административный директор Московского открытого студенческого театра «Мост» Под руководством Евгения Славутина Который в те годы руководил студенческим театром МГУ С тех пор они дружат Евгений Иванович играет в этом театре И те из вас, у кого есть время и желание Может заглянуть к ним в их помещение на Садовом кольце У них есть помещение театра «Мост» Заглянуть и увидеть Евгения Ивановича в паре блистательных ролей Так и если шо, это тот самый На кочках цветочки, за кочками лес На дальней глухой полустаночи Наладив пилу до рубаночек С утра мы приехали строить навес На дочке Евгений Ивановичу А дачи-то дачи и нет у него Убил он участок заброшенный Доплелся с посильной ношей И вот посреди парахла своего Стоит он в тельняшечке ношенный Ах, Евгений Иванович в полосочку Ох, да ж киперская борода Держит левую он детскую сосочку Держит правой орудье труда Евгений Иванович морская душа И дочка его маришанечка Душою морскую в папаничку Расписывать всем, как она хороша Часами он может за чайничком Но нам не до чаю ПЕСНЯ ПЕСНЯ Я знаю, саду цвесть Способны наши люди Не спать и не пить и не есть Таскать кирпич под мышкой Век путаться в долгах Чтоб цвить гнездо детишкам У черта на рогах ПЕСНЯ Долгая по пальцам Торопимся Хозяйство Евгения Иванычева Навесом укрыть либо мало ли чего Чтоб больше Евгении Иванычу Не оборачивать пленкою На ночь его Построили? Да! Так, инфляция любви Надо ремонтировать Поставьте, может быть Пожалуйста, да Я никуда не спешу обязательно Второе отделение Мы в двух отделениях поступать сегодня В мультиках не очень много было ролей Но была одна большая роль Это Джин В сериале «Аладдин» Я там завевала, завевала Говорил что-то Но самая смешная была, конечно, роль Помните, был фильм Кто подставил кролика Роджера? Помните? Там такой был золотенький автомобильчик У меня там две, можно сказать, главные большие роли Там же Дональд появляется в самом начале Он бегает, что-то кричит И не бедный разборчик Потом автомобильчик А потом была замечательная роль В самом конце этого мультика Если вы помните, когда сыщик На своей машине, мультмашине Въезжает в мульттаун То кругом все поют песни Такой хор большой Мультиков Они все поют В этот момент на студии кроме меня Не оказалось ни одного человека с музыкальным слухом Поэтому всех мультиков в этом хоре В этом хоре звучит только мой голос, больше ничьей Вот найдите, это очень смешно А еще много было довольно разных персонажей, которые я озвучивал Это и Брюс Уиллис в трех фильмах Хью Грант Ну, Хью Грант просто это был мой любимый артист В дневник Бриджит Джоунс Ноттинг Хилл Майн Голсон говорит Довольно много было озвучений Сейчас дочь моя озвучивает больше меня Актриса Мария Ивашенко Она, честно говоря, у нее сейчас даже больше работы, чем у меня Озвучальная А я все больше всякими другими вещами занимаюсь Так, мы переходим к тем вещам, которые я должен спеть Вам там так же хорошо слышно, как мне здесь? Да Так я вам просто завидую В этот мелкий серый дождик, в эту мерзкую погоду Очень хочется забраться на какой-нибудь чердак И лежать, смотреть в окошко на струящуюся воду И мечтать, как было б славно, если б было все не так И с моей нелепой жизнью Сочиняя оправданья Поливать себя презреньем Но не очень о любя Размышлять по ходу дела О проблемах мироздания И жалеть по всей программе Непутевого себя Непутевого себя Бестолковым Бестолковым там А не способного включить автостоп И как опыт показал Не готова К вероломству этих женских особ Но к концу подходит время Отведенные на слезы И несчастные любови исчезают словно дым Просто завтра будет солнце И уйдут на запад грозы И я вновь как конь фанерный И поскочет тых-дым-тых-дым Так что если есть потребность Утопиться, удушиться Этот мелкий серый дождик Просто божья благодать Ведь в хорошую погоду На такое не решиться И уж вовсе невозможно Полноценно оправдать Непутевого себя Бестолкового А не способного Включить автостоп И как опыт показал Неготового К легкомысленности Женских особ А непутевого Себя А бестолкового А вечно полного Бредов Бедей И как опыт показал Неготового К легкомысленности Женских людей К легкомысленности Женских людей А вечно А вечно А вечно А вечно Не те ли заветы Ильича здесь, рядом, где были ваши пикники? Можно исполнить пикник в заветах Ильича? Можно! Почему нет? И это те самые заветы, я сейчас про них расскажу. Давайте. Сумасшедшая мечта играть в мюзиклах. Помогите советам, как воплотить обыкновенное чудо. Вы знаете, надо дерзать. Вот это удивительная история. Конечно, лучше всего поступить в высшеучебное заведение. Сейчас вот я общался с режиссером Дмитрием Беловым, который набрал курс в ГИТИСе, курс артистов мюзикла. Но вы уже туда опоздали, дорогие друзья. Но ничего страшного. Вы знаете, когда у нас был Норд-Ост, когда мы начинали набирать артистов в Норд-Ост, мы сказали себе, ну, а вдруг мы пропустим какой-нибудь талант? И мы сказали, приходите все, пробуйте. Мы отсмотрели около тысячи человек тогда. И когда уже практически полностью был сформирован коллектив, у нас осталось два или три места. Мы не знали, ну, мы сомневались, кого заполнить. У нас было много артистов, больше сорока человек в общей сложности в трупе, включая всех запасных. И вы не поверите, одним из кандидатов, над которым мы долго очень сомневались, над его кандидатурой, был артист, которого зовут Алексей Бобров, который на тот момент не был никаким артистом, а был учителем начальных классов города Ногинска. И в свободное от основной работы время играл немножко в местном драматическом театре, поскольку там где-то не хватало народа. Короче, он приехал в Москву, стал играть в Норд-Осте. После Норд-Оста стал играть в... Где он? В Чикаго. Потом еще где-то, еще где-то, еще где-то, еще где-то. И сейчас без Алексея Боброва не обходится ни один крупный московский мюзикл. Это на самом деле уже почти что талисман. Все знают, что если Леша Бобров играет в этом спектакле, то это будет большой успех. Сейчас осенью в Москве премьера мюзикла «Гоуст. Привидение». Помните, был такой фильм с Деми Мур и Патриком Суэйзи? Про то, как его убивают, а он находит на том, в неком пространстве того света, находит страшную такую негритянку, которая играет Вупи Голдберг. И Вупи Голдберг слышит его, и она доносит информацию его до его жены Молли. И Сэм спасает ее от гибели. Вот написан мюзикл на эту тему. Есть очень значительная вероятность. Просто не могут никого найти. Спасибо большое. Есть очень значительная вероятность, пока на эту роль никто не утвержден. Сейчас, на данный момент, действующим вариантом является то, что роль вот этой Вупи Голдберг, огромной чернокожей предсказательницы, будет играть Алексей Бобров. Я очень надеюсь. Спойте, пожалуйста, вашу самую любимую песню. Спою во втором отделении. Самую любимую – это обычно наиболее последнее по времени. И с удовольствием их спою во втором отделении, и их будет много. А сейчас спою тоже новую совсем песню. Очень ее люблю. Ей еще нет полугода. Она появилась недавно. И, как мне сказала жена, ну, наконец-то ты сочинил сиквел. Знаете, что такое сиквел? Это вторая серия. То есть, вот песню сочинил, а через прошло 20 лет. И ты сочинил вторую песню на эту же тему. Вот перед этим только что была песня про то, как очень здорово забраться на какой-нибудь чердак и лежать, смотреть в окошко. Вторая серия. Мне всегда казалось, что у одного очень известного детского поэта есть недосказанные, недосочиненные, недописанные произведения. Кто самый, в общем, с детства, чьи стихи мы узнаем раньше всего? Друзья, не пытайтесь догадаться. Это поэты из цветочного города Цветик и Незнайка. Цветика помните? Да я поэт, зовусь я Цветик. От меня вам всем приветик. Очень хорошие стихи. Месседж вполне ясен, внятен, а у Незнайки как-то все было недоделано. Я поэт, зовусь Незнайка. От меня вам была лайка. Почему, собственно, была лайка. Ну и шедевр, по недосказанности, абсолютно шедевр, это «У подножия ромашки» я лежал, задрав тормашки. Я решил, что вот это точно надо досочинить. Песня по мотивам ранних произведений Незнайки из цветочного города. «У подножия ромашки» «У подножия ромашки» «У подножия ромашки» «У подножия ромашки» И безумные идеи общей численностью дверь Проступают все яснее в моей буйной голове. А как первая идея посвящается тому, Что несчастней всех людей я, и непонятно почему. Бог мой, Господи Иисусе, Объясни мне, от чего? Из всего, за что берусь я? Не выходит, а ничего. Бьюсь, как пойманная щука, Но не хлопает никто Всем моим смертельным трюкам В этом драном шепито. В общем, полнится тревогой Моя буйная голова Но приходит на подмогу Мне идея номер два И она мой ум лаская Мне твердит, как славно то, Что не сдох еще пока я В этом драном шепито В этой гадской богодельне Я пока что молодцом Не один, а мой трюк смертельный Не окончился концом Знать, родился я в рубашке А что сейчас, витая в снах Я лежу в тени румашки И в рубашке, и в штанах И для смены мизал сцены Не пришла еще пора Сэмови, как уж хрена От добра искать добра От добра искать добра От добра искать добра Берет Шквал Информация По всей Руси И, к сожалению, не путевка тоже Это все для двух гитар Очень много просите спеть старые песни Ну вот и все, дружок, обязательно Обязательно. Ваш голос идеально подходит для образа Хью Гранта. Спасибо. Любую песню из Норд-Оста. А давайте. В Норд-Осте есть одно единственное произведение, которое можно попробовать спеть под гитару. Вообще он сочинялся под фортепьяно, на котором я вообще-то играть не умею. Я сидел и там кое-как пальцами выковыривал эти ноты, складывал их воедино. В общем, с помощью Татьяны Солнышкиной, музыкального руководителя многих московских мюзиклов, после того, как она у нас работала в Норд-Осте, прекрасной пианистки, очень хорошего музыканта, мы сложили этот клавир, который я вот так от начала до конца на фортепьяно-то и не сыграю на самом деле. Потом он был оркестрован. Кстати, первым оркестровщиком Норд-Оста был, знаете кто, мы просто поняли, что это должен быть вот прям наш человек. Первую оркестровку на 32 инструмента. Это сложнейшая работа. Ее выполнил клавишник группы «Несчастный случай» Сергей Чикрыжов. Мы знакомы с ним очень много лет, равно как и с Лешей Кортневым еще со времен университета, когда мы учились. Мы заканчивали, они только поступили. Мы уже руководили музыкальной студией студенческого театра МГУ, а они были первокурсниками. И Сергей, уже тогда учащийся на Мехмате, он учился на Мехмате, мы поняли, что это будущий великий музыкант. Каковым он и является. Он блистательный музыкант, великолепный аранжировщик, а оркестровка была очень интересная. К сожалению, ее воспроизвести невозможно, я попробую просто то, что на гитаре можно сделать, и то, что можно сделать одному, я попробую это исполнить. Мы с Георгием пробовали это делать, у нас получалось куплеты летчиков из второго действия мюзикла Норд-Ост в исполнении одного меня. Ну и, сами понимаете, без чечетки в конце, без многоголосия. За всех. Пилоту в небе море поколено, не удержать его ничем нам. Готов летать пилот в четыре смены, хотя, казалось бы, зачем. Я в чисто поле выду по утру лениво, крутной винтом, вильну хвостом, и заволнуется встревоженная Нива под ветерком. Взревет машина, прочихавшимся мотором, уйдет земля из-под нее, и обопрется небесные просторы. Крыло мое, крыло мое. Пилот живет, подобно вольной птице, всегда не там, где жил вчера. Он не спешит семьей обзаводиться, хотя, казалось бы, пора. И при нехватке денежных ресурсов не растеряется пилот. Он не собьется с правильного курса, хотя, казалось бы, вот он. Я в чисто поле выду по утру лениво, крутной винтом, вильну хвостом, и заволнуется встревоженная Нива. Ну а потом, ну а потом, ну а потом, ну а потом, взовьются галки, очумевшиеся страху. И разлетится воронье, и всю планету поразит своим размахом. Крыло мое, крыло мое, крыло мое. А под крылом моя земля, а под землей руда. А из руды моя страна дает металл, чтоб в самолете я летал. Дает металл вокруг леса, вокруг поля. Моя земля, моя краса, мое жилье. А над землей могучее крыло мое. А над землей, а над землей могучее крыло. Крыло мое, крыло мое, крыло мое. Круто моё. Круто моё, что ничего не будет. Он получил песенок на тему «Принцессы на горошине», которые мы решили поставить. Когда мы стали его ставить, выяснилось, что он не ставится, потому что это не театральное произведение. Тогда мы в свойственном бесшабашной манере взяли и всё пересочинили. От новеллы Матвеева остались, ну, не русские доножки, осталось несколько очень красивых кусочков. И одна ария полностью осталась. Ах, не спрашивайте, королева, хорошо ли я сегодня спала, это ария принцессы. А почти всё остальное мы пересочинили. А повсюду я искал себе невесту, судьбу доверив вольному изюдевесту. Это тоже пел принц, возвратившийся из своего путешествия. А самое начало мы пересочинили. Начиналось всё с того, что... А, чтобы вы понимали, как это всё выглядело. Всё пространство сцены было полностью затянуто белой тряпкой. Просто был такой белый экран. На этом экране светилось два больших окна. Это были окна замка. И в этих замках действовали четыре действующих лица. Принц, принцесса, король и королева. Они существовали только пластически. Было видно только их тени. Их с этой стороны подсвечивались. И вы видели их тени, которые действовали. А перед сценой сидели четыре музыканта. Принц, принцесса, король, королева. И сказочник, который рассказывал всю эту историю. И за этих четырёх персонажей пели. Я сейчас попробую за всех спеть. Ну, как минимум за троих. За короля, за королеву и за принца. Начиналось всё с того, что загорался одно окно. И было видно, как принц... Ну, это была дань географическому факультету. Собирал рюкзак. Потому что он отправлялся искать себе невесту. Появлялся отец и говорил... Сын мой, что всё это значит? Что за куча багажа? Мама говорила... Уж не вздумал ли мой мальчик Ты из дома убежать? Что ты, папа, наш прекрасный замок? Ни на что я не сменю. Просто я решил, что вырос мама. И решил, что я женюсь. Мама падала в обморок. Папа кричал... Все начинали бегать. Ты родителей, наверное, хочешь прямо в гроб погнать? Говори же откровенно, кто она? Да! Кто она? Я хотел сказать совсем не это. Всё вы поняли не так. Я пойду искать её по свету. И уже собрал рюкзак. Да-да-да-да... Да-да-да-да... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я найду себе такую, Чтоб была скромна, мила. И вдобавок, чтоб принцессой Настоящею была. Пусть принцесса будет небогата, Но полюбит навсегда. Было время, я и сам когда-то Точно так же рассуждал, что ничего. Будь в дороге осторожен, К ширинам письма по пути. Пусть судьба тебе поможет Счастье в поисках найти. Не волнуйтесь, только ради Бога. Я ведь парень с головой, А любая дальняя дорога Все равно ведут домой непременно. Все равно ведут домой непременно. Все равно ведут домой. Повсюду я искал себе невесту. Судьбу доверим Вольному зюй-двесту. Другая тональность. Видите ли, эти песенки писались 40 лет назад для тоненького голоска, Который у меня тогда был. А теперь у меня как у волка стал. Раньше он был какой-то. Как у козы мамы. Тонкий голосок, да? И теперь уже не попросишь, Как в сказке такой сковать. Повсюду я искал Себе невесту, Судьбу доверив Вольному зюй-двесту. Но на пути Моё нор-дост Волну вздымал до звёзд. Себе невест был чудаком И оптимистом. Он выпасал барашков в море чистом, Нор-дост скептичен и суров Гонял стадо болом. Он объездил весь белый свет, Но так и не нашёл себе невесту, А печальный прист вернулся домой. Одна глупа, Смеётся слишком громко, Другая холодна, Как экономка, А третья блещет Красотой, Да всё Не той, Не той, Не той И так далее. Сцена продолжалась. Просыпайся, душа, поднимайся, Хватит спать, словно сычь на столбе, Поднимайся, душа, Принимайся, На кларнете играть и друбе, И в пучи, И бесстрашно кидаться, И ляфом, Как и прежде, Шерше, А ведь приходит пора пробуждаться, Даже очень уснувшей душе. Потому что она, Потому что она, А бармоту тебе не случайно дана, Ведь когда в небесах делать начали нас, Для тебя кто-то именно эту припас, И назад её примут едва ли, До того, как наступит пора. А попытки её потихоньку продать, Они доводят, увы, до добра. Нас порою волною смывает, И швыряет туда и сюда, И она не на месте бывает, Даже в пятках дрожа иногда, Но потом прибегает обратно, Не давая тебе отступать, Ты лишь вовремя и аккуратно, Подавай ей команду, Не спай! Потому что она, Потому что она, У тебя бармота всего лишь одна, Это орган не парный, И как ни крути, Адекватной замены ему не найти. То не ветер бушует над бором, То не с гор побежали ручьи, Это снова и снова кларнет и труба Подают позывные свои, Подают позывные свои. Потому что она, Потому что она, У тебя бармота всего лишь одна, Это орган не парный, И как ни крути, Адекватной замены ему не найти. То не ветер бушует над бором, То не с гор побежали ручьи, Это снова и снова кларнет и труба Подают позывные свои, Подают позывные свои. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ